Свою оценку бюджету дали депутаты и вот что они сказали. Учтен этот дефицит только для поддержки национальных проектов и для того, чтобы город продолжал развиваться. Более того, такие проекты, как комфортная городская среда, например, ремонт правобережной набережной, чтобы мы могли не в июле месяце отторговывать и потом в сентябре, в октябре, в ноябре под снегом заканчивать, а чтобы мы уже в самом начале года находили подрядчика, чтобы подрядчик имел возможность своевременно закупить материалы. Да, бюджет действительно дефицитный, но этот дефицит мы прекрасно понимаем, что рано или поздно эти деньги нам поступят с вышестоящих бюджетов. Это все нацелено на то, чтобы мы на сегодняшний день начинали работу и эта работа должна быть безостановочной. Это зависит на самом деле социалка и текущее содержание города и развитие города, поэтому такие вещи нельзя тормозить. Да, это самый главный документ нашего города, к нему был тщательный подход. Мы все три месяца подряд на всех комиссиях его разложили от и до. В бюджете города начали отражаться увеличение расходов на микрорайон Солнечный. Очень мощная идет застройка этого микрорайона и большое отсутствие именно социальных значимых учреждений, школ, детских садов и коммуникаций, дорог, освещения. В бюджете какие-то вещи в этом плане предусмотрены. И отличие именно от бюджета 2020 года, что там идет увеличение по этим вещам.